На крупнейшем российском предприятии по производству грузовых автомобилей КАМАЗ подключились к борьбе с коронавирусом. На заводах начали шить медицинские маски и противоэпидемические костюмы. Выпускать защитные костюмы начали и на промышленной площадке Димитровградского автоагрегатного завода. Договоренность об этом была достигнута между губернатором Сергеем Морозовым и генеральным директором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Первая сотня костюмов уже распределены между клинической больницей ФМБА Димитровграда и Ульяновской медсанчастью. Наши сотрудники будут защищены в соответствии с СанПИНом и мы обезопасим себя от воздействия данной инфекции. Халат, рубашка, брюки на рукавнике – это далеко не весь список, из чего состоит костюм. На базе медико-санитарной части рассматривается вариант размещения резервного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией. Поэтому медицинский персонал должен быть полностью защищен. Под госпиталь на 415 коек планируется переоборудовать терапевтический корпус и здание бывшего роддома. Там будут шлюзы на вход и выход, там будет разделение на чистую и грязную зону, как в одном и в другом корпусе. И благодаря этому мы обезопасим своих сотрудников и рационально будем оказывать медицинскую помощь. В учреждении готовы уже 15 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В ближайшее время закупят ещё 60. По информации Минздрава, в этом месяце в регион поступят ещё полсотни многоразовых костюмов и почти 9 тысяч респираторов. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ.